В эфире вновь телевизионная программа главного управления МВД России по Самарской области. Самарская полиция, закон и порядок. С вами я, Антон Уэллов. Здравствуйте. Актовый зал Самарского машиностроительного колледжа с трудом уместил желающих пообщаться с заместителем начальника главного управления МВД России по Самарской области Андреем Геннадьевичем Коноваловым. Какие вопросы были затронуты на встрече генерала-майора внутренней службы с учащимися и преподавателями, мы расскажем в нашем первом сюжете. Заместитель начальника главного управления МВД России по Самарской области Андрей Геннадьевич Коновалов провел встречу со студентами и преподавательским составом Самарского машиностроительного колледжа. Более 250 человек собрались в актовом зале, чтобы узнать об основных направлениях работы полиции и получить компетентные ответы на интересующие вопросы. Андрей Геннадьевич Коновалов подробно остановился на деятельности добровольных народных дружин. Студенты узнали, как стать представителем этой общественной организации и какие задачи решают спаренные наряды полиции и ДНД. У нас на улицах достаточно количества полицейских вместе с дружинниками, которые могут, во-первых, предотвратить преступление, потом раскрыть его, то есть задержаться по личным, по горячим следам. Главной темой встречи стало обеспечение общественного порядка в Самаре. Генерал-майор внутренней службы призвал студентов поддержать полицейских в выполнении этой нелегкой задачи, вступая в ряды добровольной народной дружины и общественных организаций «Народный контроль» и «Ночной патруль». Вот такие несколько направлений, которые, как мы считаем, сближают сотрудников полиции с общественностью, с обществом в целом. И цель – это обеспечить охрану общественного порядка и безопасное проживание каждого гражданина в том или ином районе, чтобы он почувствовал свою безопасность. В ряды дружинников могут вступать только парни, но девушек, намеренных помогать полицейским или даже решивших связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, в зале оказалось ничуть не меньше. Именно поэтому особый интерес среди студентов вызвала деятельность организации «Народный контроль». Ведь бороться с алкоголизацией общества и выявлять факты незаконной реализации спиртного может любой желающий. Одна из основных функций участия представителей общественного этого движения заключается в том, что оказывается неоценимая помощь полиции при документировании правонарушений. Представители данного движения выступают в первую очередь в качестве понятых и свидетелей при документировании соответствующих правонарушений. В том числе также они являются источником поступления информации о соответствующих объектах, в которых реализуются с нарушением действующего законодательства алкогольной продукции. В прошлом году на территории Самарской области в движение «Народный контроль» вступили 156 человек. Это студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, а также неравнодушные и инициативные граждане. Свои общественные организации созданы на территории девяти муниципальных образований, самые многочисленные в Самаре и Тольятти. И по результатам 2015 года совместно с представителями «Народного контроля» сотрудниками полиции проведено 550 проверок, по результатам которых выявлено свыше 700 административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 50 тысяч литров алкогольной продукции на сумму 8,5 миллионов рублей. Для сравнения я могу сказать, что это практически половина всей изъятой в прошлом году сотрудниками полиции алкогольной продукции из незаконного оборота. В текущем году уже порядка 4 тысяч литров алкогольной продукции также изъяты из незаконного оборота. Каждого спикера студенты поддерживали бурными аплодисментами и внимательно слушали рассказ выступающих, чтобы узнать как можно больше о работе полиции. При этом картину деятельности ДНД и общественных организаций дополнял видеоряд, транслируемый во время выступлений представителей областного главка. Дружественная атмосфера расположила всех участников встречи к доверительному диалогу. Поэтому, как только студенчеству была предоставлена возможность задать интересующие вопросы, молодые люди с удовольствием ей воспользовались. К диалогу подключились и преподаватели колледжа, ведь спокойствие в родном городе интересует всех самарцев без исключения. Наверное, лет 30-40 лет назад существовали оперативные отряды. Ну, АКО назывались, теперь комсомольский отряд. Скажите, в настоящее время такие отряды в каких-то учебных заведениях есть? И если нет, планируется ли их открытие в будущем? Студенты колледжа не стали откладывать в долгий ящик вступление в когорту добровольных помощников полиции. Все желающие смогли записаться в ряды ДНД и других общественных организаций сразу после встречи. Вот спрашивала, задавала вопрос, можно ли после рекламы поступить, связать вообще, можно сказать, свою жизнь с правоохранительными органами. Я больше всего хочу работать с правоохранительными органами. Директор образовательного учреждения Александр Тимирбаевич Хабибуллин в свою очередь отметил, что привлечение студентов к охране общественного порядка положительно влияет на них. Благодаря инициативе начальника главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Александровича Солодовникова в молодом поколении развивается чувство гражданского долга и любви к родине. Я думаю, многие из них сделают свой выбор в профессии в сторону участия в той работе, которую Сергей Александрович проводит у нас в городе. Так для многих добровольная помощь полицейским перерастает в дело всей жизни. А служив в армии, у меня появилось желание продолжить свою службу в внутренних органах Российской Федерации в данный момент города Самара. Честно признаться, до этого не было никогда желания, но именно после армии я решил, если уж мне так повезло с армией, то я надеюсь, мне и повезет в будущем в службе в полиции. В знак благодарности Александр Тимирбаевич Хабибуллин попросил передать начальнику областного главка памятный подарок. Студенческое конструкторское бюро колледжей изготовило икону святого праведного воина Федора Ушакова. Адмирал не имел поражений в своих морских битвах. Так руководствуя учащиеся колледжи, пожелали главному полицейскому региона удачи во всех его начинаниях. По указанию начальника главного управления МВД России по Самарской области Сергея Александровича Солодовникова на территории Нефтегорского и Алексеевского районов в Самарской области прошло плановое оперативно-профилактическое мероприятие. Его цель – стабилизация оперативной обстановки и декриминализация общества. Наша съемочная группа побывала в центре событий. В мероприятиях было задействовано около ста сотрудников различных служб регионального главка. Это бойцы специального подразделения СОБР, оперативные сотрудники, инспекторы дорожно-патрульной службы и ПДН, участковые. В ходе работы сотрудники полиции провели 12 осмотров помещений, в которых проживают лица, состоящие на оперативном учете или являющиеся фигурантами уголовных дел. За время проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции проверены 15 человек, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за такие преступления, как кража, разбой, грабеж, мошенничество. Раскрыты два преступления по фактам краж из автомашины. В ходе проверки правил хранения зарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия изъяты 4 ружья. Хранившиеся в нарушении правил хранения нарезного и огнестрельного оружия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что владелец автосервиса, расположенного на улице промышленности, ведет предпринимательскую деятельность с нарушением закона. Ремонт транспорта осуществлялся без необходимых документов. У владельца пункта приема черного и цветного металла, расположенного на той же улице, также отсутствовала лицензия. На территории металлоприемки сотрудники полиции обнаружили и изъяли 5 кузовов автомашин без документов. По материалам, собранным полицейскими, проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессальное решение. В рамках операции на территории района полицейские проверили объекты торговли и общественного питания. Так, в кафе, расположенном на улице Буровиков в городе Нефтегорске, из незаконного оборота сотрудники органов внутренних дел изъяли 86 литров алкогольной продукции на общую сумму 57,5 тысяч рублей. Во-первых, ввезена в российскую территорию незаконно дана алкогольная продукция, также незаконно реализовывается. Акцизка у нас в республике Казахстан, если осуществляется реализация алкогольных продукций на территории Российской Федерации, то акцизная марка, соответственно, должна быть Российской Федерацией. То есть даже если она казахстанская, она должна быть российской акцизной маркой, да? Кроме того, полицейские установили личности шести иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на продовольственном рынке и в кафе города Нефтегорска. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлено три протокола. В отношении двух граждан собраны административные материалы на выдворение за пределы Российской Федерации. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение трех подозреваемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Злоумышленники задержаны и переданы инициаторам разыскных мероприятий. По данным оперативников, в Ленинском районе областной столицы местный житель организовал незаконное игорное заведение. Задержание подозреваемого и игроков происходило при силовой поддержке бойцов СОБР. Деятельность незаконного игорного заведения пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Самарской области. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в одном из домов, расположенных в Ленинском районе Самары, функционирует нелегальный покерный клуб. В ходе проведения проверки по данному факту ранее полученные сведения подтвердились. «Что здесь делать?» «Играли в покер». «На что?» «На фишки». «Фишки где брали?» «На горе». «Были обнаружены денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей фишки, в количестве более тысячи штук карты и видеорегистраторы, которые фиксировали вход и выход из данного помещения». При силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» сотрудники полиции организовали штурм подпольного клуба, в котором в этот момент полным ходом шла игра. В помещении оперативники задержали 15 человек – игроков, обслуживающий персонал и предполагаемого организатора незаконной деятельности – жители Самары, 1983 года рождения. «Следственному комитету в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171 Прим-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная организация проведения азартных игр. Санкция данной статьи говорит о лишении свободы сроком до трех лет. «Если гражданам известно о фактах незаконного проведения покерных клубов, незаконной игорной деятельности на территории города Самары и Самарской области, необходимо сообщать в либо территориальные подразделения полиции, либо в Главное управление МВД России по Самарской области». Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили мальчика, который в сильнейший мороз шел по улице без обуви и верхней одежды. Благодаря инспекторам ГИБДД, которые оперативно доставили ребенка в медицинское учреждение, он остался жив и здоров. Во время патрулирования вверенной территории инспекторы ДПС отдела МВД России по Хворостянскому району, старший лейтенант полиции Владимир Сергеевич Костиков и лейтенант полиции Дмитрий Сергеевич Скопинцев заметили, что со стороны улицы Комсомольская, села Хворостянка, в сторону автовокзала по дороге идет босой мальчик, одетый в водолазку и штаны. Ребенок переходил улицу отсюда, на этом месте. Мы развернулись, подъехали к нему примерно в этом месте. Спросили, почему он находится в таком состоянии. Он ответил, что поругался с матерью и ушел из дома. Направлялся в поселок Костинки, к своей бабушке. Так как ребенок шел по снегу босиком и у него замерзли ноги, сотрудниками полиции было принято решение доставить несовершеннолетнего в медучреждение для оказания первой медицинской помощи. Врачи поставили мальчику диагноз – переохлаждение и госпитализировали его. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Самое главное, что ребенок был доставлен вовремя, без отморожений. И если бы не сотрудники ГАИ, которые его обнаружили и вовремя не доставили, то неизвестно, чем бы закончилось вплоть до трагического исхода. В настоящее время в отношении матери ребенка составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. Как установили сотрудники полиции, ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Мы благодарны, что есть такие неравнодушные люди. Спасибо им большое, что они действительно свою работу выполняют так, как положено. И это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. До встречи на следующей неделе на телеканале «Губерния». Уважайте закон и будет порядок.